Сейчас, мне кажется, вопрос стоит так. Или мы приходим на руины и поднимаем с нуля, или мы все равно их отстраним поэтапно, постепенно. Но мы что-то сохраним. Действующие институты, инфраструктуры и так далее. Поэтому я сейчас хочу сказать следующее, Хасанжимар, тебе. Вы, я знаю, все ко мне очень плохо относитесь, как я к вам. Как к Назарбаеву лично, к его семье, к Кулебаеву, к Масимову. Каждого из вас я знаю лично и очень хорошо. Ты это знаешь, Хасанжимар. Сейчас вопрос стоит спасение страны, спасение жизни людей. В этой связи я сейчас буду озвучивать те инициативы, о которых я ранее говорил и еще раз их озвучиваю. Если ты действительно хочешь жить по-новому, действовать по-новому, действительно брать на себя, как ты говоришь, ответственность, принимать сильные и эффективные решения, если ты даже их не понимаешь, просто слушай, что я буду озвучивать. Каждый из вас знает, что я эффективный управленец, что я грамотный экономист. Ни в правительстве, ни в нынешнем, ни в предыдущем не найдется ни одного человека, который в состоянии сказать, что Аблязов не профессионал. Это очевидная вещь. Если вы раньше могли не реагировать и принимать тупые решения, сейчас время пришло такое, что она просто накажет не только вас, но и всю нашу страну. Я хотел бы этого избежать. Поэтому я сейчас буду озвучивать те или решения, которые ты можешь просто вырезать на видео, прийти к Назарбаеву, который принимает окончательное решение. Прийти вместе с Каримом Масимом, может с Тимуром Кулебаевым и просто сказать, вот смотрите, вот Мухтар такие меры озвучивает. Что вы скажете, Султан Бишевич? Он меня тоже очень хорошо знает, считает эффективным управленцем, которого ненавидит. Он хочет, чтобы я был рабом и был эффективным управленцем, работал на него. Так не бывает. Итак, что я тебе советую? Принимай решение, иди к Назарбаеву, вырежь мои предложения и тогда ты еще можешь сохраниться как президент. Ты можешь нанести минимальный ущерб. Ущерб в любом случае будет, потому что вы эти меры будете принимать тяжело, медленно, оскаливаясь. Но эти меры нужно принять немедленно. Какие меры? Ну, во-первых, я хочу напомнить, что сейчас нужно говорить о здоровье людей. Вы там деньги якобы собрали, какую-то сумму 41 миллион долларов. Это вообще ничто. Вон Фатах Шадеев, представитель евразийской группы, который, между прочим, имеет активы в Казахстане и все, что он зарабатывает, он зарабатывает в Казахстане. Он объявил, что он один финансирует через свой фонд и отдает Узбекистану 200 миллионов долларов. Один. И зарабатывающий в Казахстане. А вы тут все вместе, у которого за каждым, за плечом каждого, который 10-20 миллиардов, кое-как 41 миллион долларов собрали. Который в масштабах нашей страны вообще ничего. И ясно, что необходимо срочно вытрясти вам свои карманы, минимум 10 миллиардов собрать. Я уже озвучивал, где эти деньги у вас лежат. Каждый у вас официально по 6-7 миллиардов долларов, по 5, по 6 имеет. И вас там десяток. Вы легко можете сброситься. Только с одного контракта Тимур Кулебаев каждый год с газового контракта рубит полтора миллиарда долларов. Из которых 300-500 миллион долларов перечисляет Гоги Ашкенази. Каждый год. Поэтому эти деньги есть. И нечего у народа просить однодневную заработную плату. И необходимо эти деньги срочно направить. Купить тесты. Купить приборы, которые искусственно вентилируют легкие и так далее. Я не углубляюсь. Медик это лучше меня знает. Главные ресурсы. Эти ресурсы у вас есть. Если один Шадиев выделяет 200 миллион долларов, которые зарабатывает в Казахстане. А он по сравнению с вами вообще мелочь, что называется. Поэтому эти деньги есть. Это первое решение, которое необходимо срочно принять. И не клянчить у народа нищего. Второе. Надо заставить Тимура Кулебаева. Тимур Кулебаев сам эти доходы не отдаст. И Назарбаев будет тоже цепляться. Но вот Ихас Мжамарт ему должен объяснить. Речь стоит уже о том, что если вы не предмените быстрое решение, наступит критическая ситуация, когда десятки тысяч разъяренных людей, потерявших работу, не имеющих возможность купить продовольствие, они просто снесут. Снесут вас вместе с Кулебаевым и со всем окружением Нусултана Назарбаева. Просто снесут. И просто снесут не так просто вас попросит с ваших дворцов, а снесут вас вместе с вашими дворцами. Поэтому ты должен сказать Касмужамарт Назарбаеву, что вот Мухтар говорит, нужно срочно минимум в два раза уронить цены на нефтепродукты. И даже на себя не бери удар, ссылайся на меня. И тем более, что цены на нефть упали в два с половиной раза уже. Это только сейчас, они упадут еще. Это существенно облегчит ситуацию в нашей стране. И люди будут меньше тратить деньги на нефтепродукты, на бензин. Это даст им как бы дополнительную подушку. Далее. Необходимо по примеру уже тех стран, которые приняли такое решение. Мы первые озвучили это решение. И оно очевидно на поверхности. Соединенные Штаты Америки каждой семье выделяет две с половиной тысяч долларов и за каждого ребенка платит по 500 долларов. Я знаю, что вы будете сжаться. Поэтому пакет мер был скромный, предложен ДВК. А именно, каждому гражданину, включая младенца, выплатить по 50 тысяч тенге. Немедленно. Эти деньги сейчас есть. Это будет какая-то поддержка. Иначе вы прекрасно знаете. Голодная толпа просто снесет этот режим. И очень быстро. Осталось мало времени у вас. Второе. Надо немедленно списать проценты 7 миллионов 700 тысяч человек по кредитам в банках. Не просто говорит банкам, спешите, войдите в положение. Банки не могут это сделать, они сразу разорятся. Необходимо выделить на это ресурсы. Я эти деньги уже посчитал. Вы можете это сделать. Далее. Всем медицинским работникам, которые вообще в сфере медобслуживания и работ, включая водителя, охранников, с 1 марта до 1 июля, когда предположительно этот кризис, надеюсь, завершится с развитием коронавируса, выплатить по 50 тысяч тенге дополнительно ежемесячно. Потому что сейчас основные тяготы борьбы с этим вирусом лягут именно на эти учреждения. Это два. Третье. Необходимо бизнесу, помимо тех решений, которые вы принимали, всем абсолютно малому и среднему бизнесу, разницу 10 годовых высчитать и заплатить прямо банкам, а банки спишут клиентам эти проценты. Это будет немедленное облегчение. Немедленное. Эти предприятия не обанкротятся. И поэтому, когда вы говорите, пожалуйста, сохраните рабочие места, это ничего не значит. А эти действия, они безусловно окажут сразу прямое стимулирующее воздействие. Далее. Мы говорили, что правительство должно выделить на все эти цели, мы сделали расчеты, 3 миллиарда долларов. 3 миллиарда долларов, а в реальности уже есть приблизительно расчет порядка 15% от волового внутреннего продукта. Программ «Пакет помощи» должен составлять сумму порядка 30 миллиардов долларов США. Эти деньги в стране есть. И, Хасамжимар, сейчас существующие национальные компании пилят миллиардами. Это и нефтегазовые, и любые другие предприятия, которые так называемые государственные. Ты прекрасно это знаешь. И если вы хотите спастись, вы просто должны перекрыть все каналы воровства. Тогда, опять же, будет определенное облегчение нашим гражданам. Весь пакет требований предварительный нами озвучен. Вы не принимаете эти решения, тянете, но чем больше вы будете тянуть, тем будут страшнее последствия. Я готов регулярно эти меры озвучивать. Более того, Хасамжимар, ты можешь меня подключить к заседанию вашей группы. Я не буду это тиражировать, рассказывать. Я готов вам оказать любую квалифицированную помощь. Какие действия нужно осуществить немедленные. Сейчас ситуация такова, что ни министры, ни акимы не подобраны так, чтобы они действительно могли быть теми людьми, которые принимают решения и могут принимать решения. Но выбор за вами. Или вы вовлекаете тех людей, которые действительно могут принимать решения. Или в стране будет катастрофа со всеми вытекающими тяжелыми последствиями для вас. Список я опубликовал мер. Поэтому, Хасамжимар, послушай мой анализ по поводу того, что так называемый 10 миллиардов долларов, пакет, который ты озвучил, это является липой. Это неосуществимо. Более того, эти действия нужно делать сейчас и немедленно. Не давать две недели срок, чтобы какие-то министры сидели, спорили. Они ни к чему не придут, и ты это прекрасно знаешь. Более того, там сейчас собралась команда министров, которые абсолютно профессионально не подготовлены. Не понимают, как действовать в условиях кризиса. Пытаются все время руками прокуроров отрегулировать цены. Это невозможно. Невозможно. Надо принимать быстрое решение. Уважаемые друзья, я сегодня озвучил часть пакета действий. Буду ли я озвучивать следующее, это зависит от того, какие решения примет правительство. Но это будет видно. Очень простые решения. Понизить цены в два раза на нефтепродукты. Это в их руках. Одним ударом в один день ценники могут смениться просто одним приказом. Потому что всем этим управляет Тимур Кулебаев. Второе. Выплатить немедленно по 50 тысяч тенге. Это тоже у государства такие ресурсы есть. Есть инфраструктура, есть данные. И самое интересное и важное, что это затронет все слои населения. Даже тех так называемых самозанятых. Это затронет все уголки нашей страны. Не просто узкая верхушка опять будет обогащаться. Деньги будут распределяться по карманам этой политической верхушки. Нет. Все наши меры направлены на поддержку всей страны. Все граждан нашей страны. Вот, Хасамжамарт, выбор за тобой. Готов ли ты действительно следовать своим словам? Готов ли на себя брать ответственность? Готов ли принимать сильность, смелые, эффективные решения? Конечно, я понимаю, что эти решения принимает Назарбаев. Но у тебя есть возможность выслушать мою критику. Выслушать нашу программу. Прийти к Назарбаеву и сказать, что если это не принять, нам будет больно. Будет очень плохо. Вот, друзья, список мер. Я еще раз хочу объяснить, что мы эти решения озвучиваем не для того, чтобы режим прожил больше. Нет. Мы хотим, чтобы этот кризис как можно меньше проблем создал нашим гражданам, чтобы мы могли более-менее в мягком режиме выплатить. И еще, когда Назарбаев требует от бизнеса, чтобы они вложили деньги, что вы должны понимать, что вот эта политическая верхушка, они воруют миллиардами долларов и требовать от бизнеса, мало среднего бизнеса, миллион тенге вложи и так далее, я считаю это преступно. Тут и ко мне тоже звучат обращения от наивных людей, от нурботов, может быть. Я хочу по этому поводу тоже разъяснить. Меня спрашивают, а сколько вы готовы пожертвовать? Ничем, кроме своего времени, советами, консультантами. Почему? Во-первых, вы все знаете, что этот режим захватил весь мой бизнес, он разорил меня. Я 20 лет борюсь с этим режимом, я вложил туда гигантские средства, свои время, ресурсы и так далее. И этот мой бизнес фактически захвачен Назарбаевым, чтобы я не мог этого делать, во-первых. Во-вторых, вы знаете, многие из вас, что любые средства, которые так или иначе поступают в страну, они называются преступными. Люди, которые получили от меня средства, сразу попадают под уголовное преследование и сразу сажают в тюрьму. Третье. Я 11 лет не живу в стране. Я свой бизнес сам поднимал своими руками, никого ничего не крал. Эти люди, преступники находятся у власти, они сейчас ежедневно крадут миллиарды. Именно они ответственны за тот кризис, который происходит в нашей стране. Отсутствие диверсифицированной экономики. Именно они должны заплатить, вернуть часть украденных средств и покрыть те проблемы, которые сейчас в нашей стране существуют. Не бизнесмены, не малый средний бизнес, не Мухтар Аблязов, который и так ограбили, который пять лет просидел в тюрьмах и получил массу ударов от этого режима. Нет, этого не будет никогда. Даже если бы вы меня эти средства были бы, их бы при появлении в Казахстане, режим бы все равно конфисковал. Поэтому не говорите мне это, не пишите, я считаю это глупые такие предложения, откровенно говорю, это глупые предложения, не понимающие, что происходит в нашей стране. И моя цель образовывать людей, объяснять, что делать. Вот на этом я хотел бы завершить сегодняшний эфир. Вы должны знать, что этот режим все равно ничего полезного не сделает. Это будет показуха, когда говорят демократия, это показуха, когда говорят свобода слова, это показуха, что не делать этот режим, это просто вранье. Но сейчас критическая ситуация, я считаю своим долгом изложить взгляды, что нужно делать в экономике, в политике, какие реформы нужно делать, чтобы действительно смягчить последствия этого кризиса. А кризис действительно страшно надвигается в нашу страну. Я считаю, что я должен это сделать, я это делаю. Но я прекрасно понимаю, что этот режим все равно не будет соответствовать требованиям времени, все время будет запазывать, они все время будут обманывать. И все равно наступит момент, когда десятки тысяч разъяренных людей выйдут и снесут этот режим. Но важно, чтобы это происходило без разрушительных последствий для нашей экономики. Потому что завтра нам, временному правительству, нужно создавать органы управления на местах, нам нужно управлять страной. И нам нужно, чтобы все это двигалось последовательно по нарастающей вверх. И мы это можем сделать. Во всяком случае, все шансы для этого мы должны использовать. Продолжение следует...